Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. У нас сейчас появляется прям целый раздел на канале, который посвящен богатству семьи, на котором мы говорим не только о вопросах инвестиций, мы говорим в целом о богатстве семьи, мы говорим о том, что деньги не являются целью сами по себе. Деньги, они позволяют, соответственно, делать то, что хочется, и не делать то, что не хочется. Финансовый капитал, он должен стать основой для создания интеллектуального капитала, то есть это наши знания, навыки, умения, которыми мы владеем, обладаем, развиваем, создаем больше потребительской ценности для этого общества, и тогда денег нам приходит еще больше. Но даже интеллектуальный капитал не является самоцелью, то есть конечная цель в конечном счете состоит в том, чтобы создавать, сохранять, приумножать человеческий капитал. И в предыдущем видео мы общались с Дмитрием Грицем, на котором мы говорили о том, что такое человеческий капитал, о важности договариваться с родными, близкими, с супругами, с детьми, с родителями, с братьями, с сестрами. Насколько важен человеческий капитал? Я сегодня хотел бы продолжить тему развития человеческого капитала, и опять же это идет из моей собственной практики, из того, какие результаты лично я получал, и что для меня, что лично я поднимаю под человеческим капиталом. Когда я проводил некое такое исследование, что позволило мне, например, закончив высшее учебное заведение в 2003 году, имея первичную зарплату 2000 рублей в месяц, в итоге в долгосрочном периоде на горизонте в 15-20 лет, выйти на доход, активный доход в размере 2-3 миллионов рублей в месяц и сформировать свой собственный финансовый капитал, то я понимаю, что, опять же, очень большим вкладом для меня был работа в компании «Тройка Диалог», когда процесс, связанный с вложением сил и средств, был подхвачен. Когда это делали члены моей семьи, которые зарабатывали, да, они прекратили это делать, я начал работать самостоятельно, но у меня самого мотивации не было развивать в дальнейшем свой интеллектуальный капитал, и эту функцию на себя взяла компания «Тройка Диалог». Но при этом, если посмотреть, откуда я узнал, что появилась вакансия в этой компании, если говорить о том, кто стал моим человеком, который был рядом и который показал направление для движения, да, это был мой дядя, я его называю богатым папой, человек, который рассказал мне про фондовый рынок, человек, который сказал, когда ты узнаешь, кто такие быки и медведи, где-то ты сможешь зарабатывать очень большие деньги. Это было еще в 1995 году, в 14 лет. В моей жизни был человек, который вот этому поспособствовал, да, и направил фокус моего внимания, куда нужно развиваться. И в дальнейшем каждый раз выход на принципиально новый уровень дохода в моей личной истории был связан с каким-то человеком. Где-то это был человек, который был членом моей семьи, и это некие такие родственные связи, но значительный рост в плане дохода, в понимании, откуда берется доход, как формируется доход. Стал, я всегда это говорю, всегда это признаю, мой ментор, мой наставник Горных Апетян, один из управляющих партнеров компании «Тройка Диалог», он стал моим ментором. И это менторство началось в 2017 году, и началось оно с позицией той, что у меня был очень большой запрос, да, то есть я не мог пробить какой-то стеклянный потолок в доходах, в осознанности, что развивать, зачем развивать, какие компетенции развивать, как управлять бизнесом, как построить долгосрочное видение, как сформировать собственную компанию, у которой будет правильная миссия, да, как это было, например, в «Тройке Диалог». И моя история была в том, что он по-прежнему является моим ментором, и пришел я это через компанию «Эксперум», и сегодня я пригласил к себе основателя компании «Эксперум» Петра Климова с тем, чтобы поговорить на тему менторства, необходимость, какая роль менторства в создании, сохранении и приумножении человеческого капитала, для чего нужны менторы, как найти ментора, какие результаты дают менторам. И тоже немаловажная вещь, о которой хотелось бы поговорить, кто, как и зачем становится ментором, да, то есть, что здесь возникает, что происходит с человеком. Я сам в своей практике очень часто сталкивался с тем, что есть некий такой, как это называется, синдром самозванца, да, то есть, есть экспертиза, есть знания, есть опыт, но для тебя это настолько очевидно, настолько понятно, и ты общаешься в этом окружении, что для кого-то это даже, ну, кажется, что это не является ценностью, да, что нужно для того, чтобы стать ментором, и применительно к вопросу богатства семьи, да, то есть, роли какого-то человека или внешнего, или находящегося внутри семьи, который позволяет развивать, вот, создавать, сохранить, приумножать человеческий капитал семьи. Приветствую, Петр, расскажи, пожалуйста, о себе, о проекте, с чего он возник, какая здесь большая миссия заложена, да, то есть, почему считаешь важным развивать это направление в России? Ну, я по образованию инженер-физик, закончил МИФИ, Московский инженерно-физический институт, иногда мы так в шутку называли его, Московский институт фокусников-флюзионистов, после этого порядка 20 лет занимался IT, сайтами, высоконагруженными системами, и вот 6 лет назад, когда как раз мы встретились с Гором, про которого ты рассказал, Горбович Нахапитян, и Евгений Ларионов, тоже такой серийный предприниматель. Мы, в общем, сообразили на троих, запустили X1, и тогда было не до конца понятно, что мы делаем. Я знал, что мы сделаем платформу, мы ее запустим, но это было большое количество очень интересных, очень разных людей. Была такая иллюзия, что достаточно сделать просто сайт, интернет-магазин, как Яндекс.Маркет, и всем все будет понятно, и у нас сразу были обращения разного уровня люди с точки зрения, допустим, стоимости часа, может быть, и 5 тысяч рублей, и 200 тысяч рублей в час. И нас завалили запросами, а, собственно, а кого бы мне подобрать, чтобы вот мою задачу решить? И в этот момент я понял, что все не так просто. Мы очень много всего перепробовали за эти годы, сделали кучу менторских гостиных, это вообще такое ноу-хау-изобретение. До этого в России никто такое не делал. Первое мы делали с Мишей Ворониным, замечательным клубом «Атлант», тогда еще не было клуба, была конференция. И у нас была такая идея, что мы зовем предпринимателей, инвесторов, руководителей крупных компаний, и делаем не совсем спид-дейтинг, но довольно-таки тоже быстрые знакомства по 30 минут. Садится ментор, к нему один ментип, подсаживается через 30 минут, еще, еще, еще. И довольно быстро стало понятно организаторам конференции, что это вообще самое интересное место на форуме. «Атлант» очень серьезно и давно занимаются организацией крупных мероприятий, они все метрики считали, а сейчас все крупные конференции и с нашим, и без нашего участия организовывают, называют такой формат «менторская гостиная». И вообще за эти годы понятие «менторство», «наставничество», оно все больше и больше набирает актуальность. Если ты помнишь, были там бизнес-тренеры, коучи, и вот все смешалось. И я думаю, что стоит вообще терминологически определить, о чем мы говорим, что такое менторство, что такое наставничество. Если ты не против, я пару слов про это скажу. Можно, можем продолжить, знаешь, я хотел бы в русло некое такое направить. Кому? Первый вопрос. И зачем? Кому нужно менторство? Потому что в любом случае, как правило, когда речь идет о менторстве, я с этим сталкивался, да, то есть это какая-то управляющая позиция, да, то есть это человек там перестал быть рядовым специалистом, у него появляется какая-то команда, ему нужно развиваться, ему нужно развивать какие-то управленческие компетенции, и тогда вот говорят, вот тебе наставник, который тебе это сделает. Вообще менторство это про что? А. Кому? Б. Зачем? Ну, то есть в каких-то измеримых вещах желательно, опять-таки, к приложению концепции богатства Синит. Я специализируюсь экспертом, специализируется на менторов для предпринимателей и топ-менеджеров, но вообще то, что мы говорим, это будет, наверное, интересно на самой широкой аудитории, потому что в каком-то смысле менторская позиция, менторство, это вообще подходит к правильной позиции для родителя. И вообще слово ментор, это имя человека, так же, как у нас Иван, его там звали ментор, это друг Одиссея, царь Одиссей, это известное сочинение Одиссея, и он, когда, значит, уезжал, оставил своего сына Телемаха с ментором заниматься, который помог ему и повзрослеть, и стать мужчиной, и освоить какие-то компетенции. Поэтому это такое наставничество с опекой, с передачей компетенций, и, по сути, с помощью человека развиться, состояться, стать самостоятельным, эффективным. Мы под менторством сейчас понимаем вид помогающей профессии, где передается персональная экспертиза компетенции. То есть, вот, например, коучинг, механик, коучинг, есть международные институты ICF, ICI, можно не иметь каких-то компетенций, можно освоить саму методологию и стать коучем для того или иного человека. И чем больше практик, так же, как психология. Ну да, здесь просто, наверное, нужно сделать оговорку для людей, потому что немножко в России слово коуч, оно такое дискриминированное, да, потому что коуч, опять-таки, это или какой-то тренинг, я коуч, да, то есть там... Да, все перемешно. И здесь мы под коучингом понимаем классическое мировое понимание, что есть определенная методология, методология в рамках которой есть специалист, которого называют коуч, у него есть сертификат, что он может что-то делать, и задача коуча задавать правильные вопросы. То есть через вопросы, которые задает коуч, для кого он работает, он ему задает вопросы, отвечая на которые, сам человек получает ответ на вопросы. Да, да, абсолютно правильно. То есть технология через вопросы. Система задания вопросов, чтобы человек сам пришел к тому, что он хочет, что ему делать, как ему идти. И вообще говоря, предмет работы коуча – это скорее состояние человека. Так же, как предмет работы психолога – это травмы, какие-то ментальные ограничения, коуч работает в состоянии. Ментор же работает с усилием человека. Он помогает ему сделать это усилие более эффективным. И невозможно помочь человеку сделать усилие более эффективным, если человек сам не проходил этот путь. Если человек сам не катался на лыжах, он не может быть ментором, наставником по лыжам. И вот здесь стоит разделить, что такое наставник, что такое ментор. С одной стороны, можно сказать, что это примерно одно и то же. Но нам пришлось в этом разобраться. Примерно разница вот такая. Наставник – это дискретный навык. Ну, например, играть на гитаре. Причём, обрати внимание, навык столетиями не меняется. Примерно как люди играли 200 лет назад, так они сейчас играют. Или английские языки. Система обучения сложилась 100 лет назад, очень мало меняется. А ментор занимается передачей компетенции. Это комплексный набор и софт-скиллов, и хард-скиллов, и текущих отраслевых... Давай по-русски. Софт-скилл, хард-скилл, да, то есть это по-русски переводится как твёрдые навыки, жёсткие, твёрдые навыки. Твёрдые, жёсткие и мягкие навыки. При этом, если привести пример твёрдого, жёсткого... Ну, например, профессия врача. Это набор твёрдых навыков. А, например, переговоры – это мягкий навык. И есть такое понятие эмоциональный интеллект. Наверное, не будем в это погружаться. Но все мягкие навыки так или иначе связаны с эмоциональным интеллектом. Так вот, когда мы говорим «навык играть на гитаре» – это одно. Это жёсткий навык. А когда мы говорим «быть востребованным популярным гитаристом» – это компетенция. Она состоит не только из того, чтобы правильно струны перебирать. Если ещё 50 лет назад нужно было закончить консерваторию, понравиться какому-нибудь руководителю какого-то ансамбля, то сейчас, например, ребята снимают шортсы, YouTube, в ресторанах выступают с продюсерами. То есть совершенно поменялась сама профессия, совершенно поменялся рынок. И вот компетенция – это как раз комплекс этих знаний, что работает сейчас. По сути, ментор рассказывает менти, такое понятие менти или подопечному, что работало вчера, не позавчера, не год назад, а что работало прямо вчера, чтобы он проверил это сегодня, и они вместе узнали, что будет работать завтра. Чтобы сразу убрать инфо-цыганство, вот эти вот все спекуляции и так далее, под менторами мы понимаем только людей, которые что-то твёрдо умеют. У них есть собственные результаты, у них есть собственный опыт проб и ошибок в предпринимательстве или в руководстве, или даже в инвестициях. То есть то, что ты… Вот в моей классификации ты ментор по инвестициям. Почему? Потому что ты сам это прошёл, ты сам это пробуешь, у тебя есть большая практика передачи этой компетенции другим людям, и ты ещё видишь, какие они совершают ошибки, не ошибки, и сам чему-то у них учишься, и вокруг себя собираешь экспертов. Ты уже дорогу до такого известного учителя. Ну, если интересно, я расскажу, какой вообще путь все менторы подходят. Я как инженер, как такой немножко учёный, немножко исследую это серьёзно. Здесь вот под впечатлением от предыдущего интервью, да, то есть Дмитрий рекомендовал быть более любознательным, там больше покопаться, и вот то, что услышал, то, что было сказано. Если ментор, он, по сути, передаёт компетенции А, которые работали вчера, чтобы сегодня это подтвердить, и здесь это накладывается на некий такой фактор. Ну, знаешь, есть ещё такое понятие ошибка выжившего, да? То есть история из разряда, то, что работало вчера, можно условно это протестировать, но эта история, условно, человек построил свой собственный завод, 5 лет назад условно начал строить завод, у него там всё получилось, он прошёл какой-то свой путь, развил какие-то свои определённые навыки, компетенции, и, соответственно, со своего опыта предлагает вот человеку, который молодой пришёл, сказал, я закончил ВОЗ-институт, у меня там в наследство получил деньги, я хочу тоже свой завод организовать. Но времена поменялись, кардинальная стоимость денег, и люди, принимающие решения, и геополитические вещи, вопрос поставки оборудования из-за рубежа, валютные риски тоже непосредственно поменялись. Не будет ли это вот история из разряда, что будут всё равно, как говорят, не читайте книги об успехе, да, пишите лучшие книги о неуспехе, потому что все знают, когда люди там условно успешные, да, то есть как они прошли свой путь, и никто не знает, каким количеством трупов эта дорога была выслана, да, что кто-то начал, а не получилось. Ну, ты здесь вообще фундаментальный вопрос задеваешь, это в психологии проактивная я-позиция, то есть правильное менторство на самом деле, это когда ментор меньше заинтересован в успехе менти, чем сам менти. Вот менторство с гарантией, какие-то истории, это не менторство, это партнёрство, это какие-то подряды, это продажи. Самое крутое, когда человек сам хочет больше, чем его учитель, когда он, помнишь эту историю, что окунают молодого человека в воду, говорит, что ты со мной делаешь, я пришёл к тебе там тэквондо учиться, он говорит, вот когда ты захочешь учиться так же, как хочешь сейчас дышать, вот тогда и приходи, поговорим, а ты ещё пока не готов. Позиция ментора, она с одной стороны помогающая, но с другой стороны ответственность за результаты, а не у самого человека. Ведь та задача, над которой они работают, будь то бизнес или инвестиционный проект или что-то ещё, это просто упражнение. Суть менторства и ключевое отличие в том, чтобы человек сам стал развитием. То есть ментор, он занимается развитием. После ментора человек должен стать сильнее, он не должен стать зависимым от него. После работы с ментором у человека должно самого получаться и лучше, чтобы ученик превзошёл учителя. Мы даже собирали статистику международную, какая есть рекомендация работать, допустим, с одним человеком в качестве ментора. И международная практика от 9 до 1,5 года, 18 месяцев. По нашей статистике от 6, по российской по нашей, от 6 до 18. Дальше люди могут дружить, делать партнёрство, что-то ещё, но вот они критическую массу компетенции уже передали друг другу, и там уже нечему учиться, как правило. Это в среднем бывает, конечно, по-разному. Поэтому надо понимать, что человеку в целом по жизни нужен набор менторов. И по сути ментор, если вообще по-простому, это просто человек, который уже сделал то, что я сейчас собираюсь. И который готов мне рассказать, готов мне подсказать, готов давать мне обратную связь, готов работать из помогающей позиции, чтобы у меня тоже научилось. И здесь сокрыто про капитал, про богатство. Это очень просто и это очень круто. Только единственное, надо понять, чего я хочу с коучем, например, или с каким-то ещё человеком. И дальше понять, а кто это уже сделал. Круто. Ну, я даже на своей практике могу сказать, что в определённый момент времени, если говорить, что таким классическим наставником, ментором, как сейчас мы это разобрали. Всё-таки был мой дядя, да, и в определённый момент времени это получается где-то начало, ну, такой краткий вброс. Это перед поступлением в Суворовское училище, 95-98, потом 5 лет на институт, и мы не взаимодействовали. После института вот он включился, да, таким неким таким элементом. И это хорошая история, цифра статистики, которая, я думаю, важна будет для нашей аудитории, в том числе, что ментор, он должен быть от 6 до 18 месяцев. Потому что в определённый момент, когда работая в компании «Тройка Диалог», у нас это сотрудничество было, там, 2005 по 2012, когда я из Казани уехал. То есть, получается, 7 лет. И там уже были некие такие элементы, я уже отказать не могу, человеку дать мне особо нечего, и там идут какие-то определённые догматы, да, каким образом я должен поступать на основе того. И мне даже уже в какой-то степени тяжеловато становилось, да, потому что там появились уже другие наставники, там появился другой круг общения, да, и здесь, получается, в какой-то степени учитель перерос... Как экологично закрыть контракт. Да, перерос учителя, и не знаешь как. Вроде бы обязан, он тоже как-то считает, что я обязан, да, и там идёт некое такое пользование. И теперь я понимаю, что по-хорошему, да, если ещё ускоряться, то это вопрос, ну, два года это максимум, да, с кем нужно, там, идти в вопросе передачи компетенции, потому что там идёт влияние. У нас нет вот правильной культуры наставничества менторства, и это очень такой челлендж для на всех, и мы вот сейчас там сделали курс для менторов, делаем академию менторства, потому что это людям очень полезно будет узнать, как правильно строить вот такие отношения, менторские, наставнические. И с одной стороны, и то, что мы сейчас делаем, мы обучаем людей, которые уже сделали результаты, только таких берём. Мы не берём людей, у которых нет опыта, практики, результатов. Мы их обучаем методологии менторства и как копать свой опыт. И, наверное, в следующем году ещё сделаем какое-то, может быть, пособие, может быть, какой-то бесплатный видеокурс что-то, чтобы люди сами тоже понимали, какой ментор, что, как, как с ним работать, как от него получить результат. Всем будет полезно, особенно людям, у которых есть уже ощущение, что у них может быть ценный опыт. Но эти люди достойные, и вот им комплекс или синдром самозванца достался, они критически относятся к себе. Я тебе даже больше скажу, чем более, как сейчас модно называть, миллиардеры к нам приходили, чтобы становиться ментором. На самом деле, я просто вижу, что это люди, которые научились выстраивать контракты, выстраивать организационные системы. У них есть коммуникационные, у них есть компетенции, и деньги – это просто следствие. И они мне говорят, Пётр, а в чём я ментор? А в чём я могу быть ментором? И нам пришлось целую технологию изобрести, чтобы это не просто было моё мнение, твоё или кого-то ещё, а чтобы это был метод, который мы сейчас им даём. И это вот одно из таких основных вещей – это формирование карты компетенции, которая позволяет покопаться в том опыте, который есть, понять ценность этого опыта. И это в становлении ментора всего 5 этапов – первый важный этап. То есть на этом этапе я понимаю, что у меня есть опыт, которым можно делиться, он ценный. На втором этапе я понимаю, есть ли на рынке спрос на меня. Я понимаю, есть ли люди, которые в очередь выстраиваются. Мне не нужно за ними бегать, уговаривать и какими-то вот манипуляциями, что ты там вырастешь 2-3 раза. А просто я людям рассказываю, что я умею, и они сами говорят, пожалуйста, ну расскажи мне, как это. И вот на втором этапе человек получает внутреннее подтверждение. Мой опыт востребован. Он не просто ценен, но востребован. На третьем этапе – это самый важный этап, когда человек убеждается, что его опыт срабатывает. Ведь одно дело – сделать самому, и совершенно другая игра, когда у меня получилось из помогающей позиции сделать так, чтобы у другого человека самого это получилось. И вот эти три стадии, мы для них сделали курс и делаем из этого Академии Менторства. А дальше стадии, которые ты уже дошел и дальше пошел, это стадия, когда у меня есть технология Менторства, мы называем это ноу-хау Менторства. То есть когда я системно обучаю чему-то. И дальше следующая стадия, когда эта технология отделима от Ментора учения. То есть можно его записать в книгу, как раньше было, можно записать в видео сейчас. И люди, просто проходя это, даже без участия самого мастера, который умеет, уже берут для себя, уже становятся эффективнее. Ну а потом те, кому нравится. Эта история так всегда была. Они уже приходят в мастерскую, они уже добирают еще компетенции, потом, может быть, индивидуально работают. Окей. То есть хочется сделать некое такое резюме, как сейчас у меня это в голове складывается. То есть первое, если мы говорим про людей, и зачем Ментор? Ну если кратко сформулировать резолютивную часть всей этой истории, Ментор нужен для чего? Для того, чтобы развивать больше мягкие навыки, для того, чтобы двигаться быстрее. Двигаться быстрее, точно уточню. Развивать компетенции, это набор. И мягкие навыки. Автоматически человек перенимает какие-то мягкие навыки. Но и обязательно твердые. Без отраслевой экспертизы это не менторство. Ну в конечном счете мы это делаем для того, чтобы в принципе ускоряться. То есть ускоряться в доходах, в развитии. В развитии, да. А в конечном счете, если все-таки говорить, и это тоже очень важный вопрос, который в принципе я и хочу задать. Это вопрос, когда очень сильные менторы, с кем я работал и работа, которая проводилась, я понимал, что в принципе им деньги не особо нужны, с одной стороны. И тогда у меня возникает вопрос. То есть если здесь понятен вопрос, зачем, и здесь может он быть такой, назовем его шкурным вопросом, да, то есть чтобы зарабатывать больше, чтобы, но опять же, если все-таки это идет через отдавание, то есть создание пользы большему количеству людей. Вопрос, зачем менторам, это раз, менторство, да. Ты сказал, приходят миллиардеры, они приходят в проект, они являются менторами, да. То есть, во-первых, зачем им? Во-вторых, это часто возникает вопрос, да, и у меня на канале возникает вопрос. Слушай, ну если ты такой умный, если у тебя такой капитал, если ты так эффективно управляешь своим капиталом, зачем ты это продаешь, дорогой мой, да. Здесь то же самое можно сказать. Если к тебе приходят миллиардеры, у него есть бизнес, у него есть деньги, да. Вопрос, почему в принципе он готов работать, почему он общается с тобой, и мало того, у него еще и запрос есть, да, то есть, я хочу быть наставником для кого-то, то есть, из опыта, что здесь. И надо за менторство деньги брать или не надо, и сколько платить. Можно ли, например, сделать какую-то формулу условно, если у тебя доход там 500 тысяч, то там ментор должен стоить 10% твоего дохода, или я не знаю, там, должен стоить там как 10 часов твоего времени. Как считать? Да, прям целый набор крутых вопросов. Давай разберемся с мотивацией. По крайней мере, я работаю с теми людьми, и ко мне приходят те люди, у которых закрыты уже базовые потребности. И, конечно, они занимаются менторством не для заработка. Какая же у них мотивация? Чтобы людям было понятно, вот на твоем примере, мне здесь тоже больше практических вещей хочется узнать. Закрыты базовые потребности. Если человек живет в Москве, то есть, каков уровень там условно дохода, что можно было сказать, что базовые потребности закрыты? Ты знаешь, люди разные есть. У кого-то это там от миллиона, от нескольких миллионов. Ну, в принципе, там, зачем заниматься предпринимательством, если человек там не зарабатывает от нескольких миллионов рублей? То есть, сейчас проще быть айтишником, руководителем, и тоже там зарплата очень интересная. И люди, которые зарабатывают миллионы долларов, десятки миллионов долларов. Это тоже только, чтобы базовые потребности закрыть? Нет, я имею в виду, что с какими людьми, какие приходят. Для предпринимателей. Есть топ-менеджмент, есть руководители. Топ-менеджмент, у него, ну, скажем так, больше соблазнов заработать на этом. Каких-то крупных компаний, где работают десятки тысяч сотрудников, все равно там есть некое ограничение. Хотя бонусы мы знаем у крупного топ-менеджера, это могут быть тоже миллионы рублей по итогам года или от миллиона средняя зарплата. Но все-таки, что очень важно сказать, есть такой замечательный психолог, известный, признанный, Михаил Чик, Сент-Михай. Вот, по-моему, так. Это очень сложная фамилия. Когда ему стало 80 лет, он вышел и сказал, ребята, я понимаю, что мою фамилию невозможно запомнить. Запоминайте так, типа Чик, ну, это вот Чика, Чикуля, Сент, пошли мне хай, пошли мне привет, Чик, Сент, Михай. Он написал замечательную книгу «Поток» и очень много исследовал природу счастья человека. И вот вывел такое определение, что когда человек находится в потоковом состоянии, значит, он счастлив. И вот менторство, это практика, то есть самое выгодное быть ментором, это для самого ментора, и даже не для денег. Для того, чтобы быть в потоковом состоянии, для того, чтобы получать радость, удовольствие жизни. Мы знаем, что это исследование есть люди, старцы, старики, мужчины, женщины, которые больше общаются с молодежью, у них продавливается и длительность, и качество жизни. Мы знаем там японцев, мы знаем, значит, горные народы, и так далее, и так далее. То есть это заложено в природу человека, что когда он передает, он делится знаниями, его там вторая часть жизни, она совершенно другая, если он этим просто занимается. Потом, там много еще таких плюшек. Другим объяснил, сам понял. Потому что не всегда это в осознанном. Вот водитель, он водит машину, он, может быть, не понимает, как он что. Когда он начинает уже обучать другого, он уже из этого какой-то метод изобретает. И опять же, когда он работает с учениками, с менти, они могут тоже много интересной обратной связи ему дать. По сути, он гораздо больше узнает о том, что происходит, когда начинает работать, уже передавать свои знания. Он гораздо больше обогащается. И в будущем у всех у нас людей после 30 лет такое понимание, что уже не хочется бежать, как в 20, как в 18. Уже хочется как-то по-другому взаимодействовать. И менторская позиция, она помогает и во внешнем менторстве, то есть, допустим, когда это сторонние люди из других организаций. И во внутренней менторской позиции для собственника, для предпринимателя тоже хороша, когда результат, в нем заинтересован сотрудник, а ему собственник, предприниматель помогает его достигать. Это тоже очень хорошо и экологично, если это, конечно, правильно настроено. Тогда получается, если моя цель стать ментором и находиться в потоке, я за это деньги брать не должен. Здесь есть следующий нюанс. Здесь как раз есть культура. К деньгам все хочу. Здесь есть культура. И так как у нас культура, это там, скажем так, не до конца развито. И вот то, что ты, Горборисович, назвал, то есть он тоже деньги, которые на менторство, он отправляет в фонд благотворительный. Андрей Владимирович Шаронов, известный тоже человек, президент Московской школы управления Сколково. Там есть целый набор параметров, как к нему можно попасть через нас. Берет только кто Аламни Сколково закончил. У него даже не очень большая, но и не маленькая сумма стоимости менторства часового. И он тоже все деньги отправляет на благотворительность. То есть есть такой механизм для людей, которым репутационно даже не хочется заморачиваться, объяснять, зачем они этим занимаются. Но самый лучший способ – это адекватная цена в деньгах. Если не платить за менторство, нарушается баланс. И два эффекта возникают. Первый – человек, психологически не понимая, начинает обесценивать то, что он узнает. Первое. Второе – он становится неким психологически, опять же, заложником, рабом. Он что-то должен, но непонятно что. Вот как ты рассказывал, что уже вот с этим учителем как бы уже надо закрыть, а я не знаю как, потому что он же как-то помог. Вот эти эффекты. Поэтому мы рекомендуем менторам ставить адекватную цену, рыночную цену. Да, у нас есть формула. Там не все так просто, что если вот 500 тысяч я зарабатываю, сколько мне тратить, там есть диапазон. Цена может варьироваться. Но самое лучшее, экологичное, и даже люди, когда заходят в какие-то контракты с опционами, с долями, с акциями, такое бывает на ранней стадии компании, венчурные стартапы, бизнес-ангелы так работают. И многие предприниматели могут за долю, за опцион привлечь адвайзера, ментора себе в компанию. Но мы не рекомендуем. Мы рекомендуем, пусть будет небольшая стоимость, допустим, 5 тысяч в час, 10 тысяч в час. Ну, то есть на уровне хороших психологов-коучей. Но какая-то понятная цена, потому что человек психологически по-другому относится. Он использует это. И мы рекомендуем, вот три месяца поработайте, просто за некую ставку. Поймите, как у вас химия, как у вас срабатывает. Потом можете сделать опционы и так далее. Сейчас, конечно, такой рынок и хайп и так далее. И люди деньгами меряют и так далее. И есть соблазн брать сразу вперед, сразу много денег. Мы так не рекомендуем. И большинство людей, которые к нам подходят, приходят и хотят ментором стать, им это не нужно. И для них это дискомфортно, потому что это сразу очень большая ответственность. Взять с человека несколько миллионов, и ему будет результат гарантировать. И тут ментор вообще теряет менторскую позицию, становится подрядчиком. С другой стороны, есть опытные, известные люди. Есть люди, у которых уже много учеников, у которых есть практика. И мы знаем, что, допустим, в эстраде есть разные ведущие, разные певцы, и их серьезные деньги стоят, их участие, их время, их выступление. Также, конечно, люди с развитым личным брендом, они берут много. Не всегда это менторство. Иногда это просто доступ к телу, иногда это просто общение, какие-то эмоции. Не всегда там передаются компетенции. Вот надо честно про это сказать. Мы же, ну, как научно-инженерно занимаемся. Если есть какая-то компетенция, если есть какой-то опыт, срабатывает, значит, есть ДНК эффективности. Значит, можно ее взять, попробовать, подселить другому растению, другому, значит, человеку, и проверить, насколько это там расцветет. Ответил ли я на твой вопрос про деньги, или что-то еще осталось? Все больше такими широкими мазками, то есть, понимая запрос своей целевой аудитории, ну, вот в основном, кто это? То есть, это могут быть какой-то малый бизнес у человека, может быть, это может быть люди, которые на зарплате. Давай, я дам диапазоны. И здесь все-таки диапазоны, во-первых, ну, как, опять же, я на это, то есть, у меня буквально вот в понедельник составилась встреча, человек просто там оплатил разовую консультацию, я иду со стопроцентной уверенностью, что это какая-то разовая консультация, по сути, второе мнение. То есть, у человека есть инвестиционный портфель, соответственно, нет личного финансового плана, и там, бриф заполнили, да, то есть, что хочет человек от меня получить, там, ну, какую-то ребалансировку портфеля. Я открываю, портфель классный, то есть, там рекомендации буквально 2-3 штуки, да, и у меня тоже возникает некое такое обязательство, ну, мне как бы добавить особо нечего, исходя из того брифа, который заполнен, то, в принципе, там, все нормально, он будет, если так делать, то все дальше получится. Встречаемся, и здесь возникает история. Я хотел лично познакомиться, я хочу, чтобы были мои, чтобы были моим наставником, да, то есть, менторство, наставничество. Начинаю выяснять вопросы, зачем, как ты угадываешь, что эти акции вырастут, а эти облигации упадут, на что моя позиция такая. Я говорю, ну, я вообще сейчас, если говорить про мою менторскую историю, да, это даже не столько про вопрос инвестиций, сколько про, больше про легкость в этой жизни, да, чтобы деньги легко приходили, чтобы очень простой инструмент был, управление финансами, доходы непосредственно росли, чтобы очень быстро выходить из стресса, уметь с большим количеством людей договариваться и понимать, что все на самом деле нормальные. В принципе, если речь идет о том, чтобы удвоить, утроить доход в следующие 2-3 года, и чтобы это было легко, а не через преодоление какое-то, то я готов в этом случае помочь. Обучать, например, инвестициям, откройте интернет, там, этих курсов сейчас по обучению инвестиций более чем достаточно. Но опять же, сам столкнулся с тем, и даже в партнерстве я для своего младшего партнера хотел быть ментором, и я столкнулся с тем, что для кого-то, и для меня иногда тоже это бывает, да, если мне нужны какие-то отдельные навыки, да, для меня то, что я заплачу 5 тысяч рублей за консультацию, да, может быть, ну, не таким критично, то есть считай, что не заплатил, и в какой-то степени тоже идет обесценивание. Ну, то есть есть человек, ментор, условно, да, который разработал свою менторскую программу, у которого, не знаю, базовые его потребности, чтобы удовлетворить, это 1 миллион рублей в месяц, минимум, для него это удовлетворение базовых потребностей, а не 100 тысяч рублей, да, то есть для него это должно быть как минимум 20 источников дохода, для него это капитал или там стоимость бизнеса, которую он создал, там более миллиарда рублей, или там 20 миллиардов рублей, и к нему происходит наставник, посмотрев наш ролик, сказал, Петр, окей, дайте мне самого крутого наставника, да, я хочу там с 50 тысяч рублей выйти на доход 500 тысяч, и пускай мне вот этот вот ментор, у которого только базовые потребности, что можно на миллион тратить, мне непонятно это сумасшествие, да, то есть как определять эту градацию, как идти искать себе наставника, раз, что я должен отдать, чтобы это был экологичный контракт, чтобы это и стимулировало меня работать, ну, к сожалению, мы так устроены, да, что финансово это стимулирует, что и в рамках своей тоже менторской программы, я все, в принципе, для России беру достаточно много, но у меня есть такое условие, да, что мы делаем то, что я говорю, не зацикливаемся на том, как это работает, ну, то есть раз, два, три условного алгоритма, какая-то передача алгоритма, формируются собственные нейронные связи, если потом в дальнейшем потребуется объяснить, я попробую объяснить, но некоторые вещи я даже не понимаю, не знаю, как работают, но если есть рабочий алгоритм, и тогда вы непосредственно действуете, и здесь получается, я подтверждаю, что беря вперед достаточно большую крупную сумму, может быть, это не по методологии, которая у вас разработана, я в какой-то степени себя или убеждаю, или доказываю, или объясняю, что человек, заплатив, например, эту сумму, да, он будет делать то, что я ему говорю. Все-таки вот эта вот история... Здесь противоречия в таком подходе нет, потому что ты уже очень опытный и учитель, и ментор, и ты прошел эти стадии, и если тебе так комфортно, это все окей. Я говорю скорее о тех людях, которые начинают менторский путь, и вот здесь может быть опасность собрать много денег, потом саму перегореть, и так далее, и так далее. Значит, давай я тогда назову конкретно, хотя надо понять, что везде есть шкалы, то есть если мы говорим про специалиста, там есть джуниоры, там есть медли, там есть сеньоры, и есть там, бухгалтера, есть там айтишники, ну там скорее наставничество. Это стоимость часа от 1000 до 10 тысяч рублей, то есть вот для крутых специалистов, менторов. И сколько, если ментор получается часа от 5 до 10, это раз в месяц, раз в неделю? Нет, от 1000 до 10, это один час. Это один час, да. А в рамках менторской программы таких часов сколько там человек вписывается на работу? мы рекомендуем 4 часа с ментором в месяц, то есть это каждую неделю по часу, либо раз в 2 недели, 2 часа. И плюс поддержка еще в мессенджерах, между этим бывает. Ну 5 часов в месяц, в среднее. 5 часов в месяц, это получается 60 часов. 5 часов в месяц. 5 часов в месяц, 60 часов в год, 60 часов в год, соответственно, менторская программа, там от полугода до полутора лет, ну в среднем год берем, то есть получается 60 часов, 60 умножаем на 5, получаем 300, на 10 получаем 600, 300-600 тысяч, это вот то, ты знаешь, с градацией. Да. Знаешь, здесь сложно очень людям в этом смысле, потому что это надо попробовать, надо попробовать, чтобы был эффект и в первый месяц, и в третий месяц, поэтому мы рекомендуем заходить обычно в контракты на 3 месяца, и дальше смотреть, иногда лучше поменять. Это я тебе сказал для специалистов. Для руководителей от 2,5 до 20 тысяч в час. Для предпринимателей самая большая вилка, там есть 4 когорты, от 5 тысяч до 200 тысяч в час в среднем. Бывает выше, потому что есть предприниматели, которые только что-то запустили у них до 2-3 миллионов выручка, есть ребята, у которых уже 5-10 миллионов выручка, есть ребята, которые миллиард выручка, и там уже менторы не столько, ему бывает нужен сколько его специалистам, его руководителям, И есть уже люди, которые в среднем бизнесе хотят выйти в крупные, и там уже другие менторы, и вообще там люди о другом говорят. Вот здесь соотношение как раз должно быть, то есть вот ты сказал, что если такой человек с такой задачей, два аспекта. Во-первых, ментор должен быть правильно подобран, и здесь надо смотреть, конечно, люди все меряют в деньгах, но надо здесь смотреть не на деньги, не на заработок, а на то, что конкретно мы хотим у человека прокачать, что конкретно мы хотим ему передать, что конкретно он освоит, чтобы как результат, как следствие вырасти в деньгах. Второй аспект, ну вот я такой пример привожу, там есть известный баскетболист Шакил Анил, он, конечно, может балерину научить играть в баскетбол, может он даже будет неплохой средней баскетболистской, но он всегда, все равно не раскроет свой талант, как могла бы раскрыть в большом театре себя, и как раскрыла, допустим, Майя Плесецкая. То есть здесь ментор должен быть подобран под то, чтобы человек раскрылся, чтобы он не просто чему-то научился, а чтобы с удовольствием это делал, потому что человек может даже достигнуть успеха, заработать денег, потом будет неудовлетворен, это все сольет, если то, чему он научился, ему просто не нравится делать, ему просто это не заходит. Поэтому, когда к нам люди приходят, предприниматели, на них специализируемся, мы очень глубоко компанируем, у нас есть вводное интервью, но это очень много времени экономит по сравнению с тем, чтобы человек сам себе ментор искал, там до 200 часов может экономить. А у нас есть кленная система технологий, которую мы за эти годы разработали, к какому результату он хочет прийти, какие у него проблемы, какая у него текущая ситуация, и только после этого мы вообще понимаем, а нужен ментор или не нужен ментор, вот ко мне, лично ко мне, вот за это больше 3,5 тысячи предпринимателей, либо вот так один на один мы общались, либо в небольших группах до 10 человек ребята приходили, и мы обсуждали, что они и зачем хотят. От стартаперов до вот ребят самые крупные приходили, больше миллиард евро выручки. Это я даже не беру топ-менеджеров крупных компаний, там вообще многомиллиардные обороты, которые себе менторов искали. Приходит человек, у него там 5 тысяч сотрудников работают, он SEO, он себе ментора ищет. И 20-25% нужен ментор. Иногда человеку нужен коуч, иногда нужен психолог, иногда ему нужно нанять директора, иногда нужен специалист по продажам. То есть мы в этом смысле по-честному подходим и пытаемся понять, а кто на самом деле нужен человеку. Если действительно ему развить компетенции, и следствием этой эффективности, повышение его эффективности будет то, чего он хочет, к результату, который он хочет идти, мы говорим, все, понятно, теперь будем искать, помнишь, как-то сперломудрые пуговицы, теперь будем искать человека, у которого этот опыт есть, потом мы вас будем знакомить, и вы будете понимать, интересно ли вам вместе. Хорошо. Ну, в любом случае, если мы пытаемся сейчас дать некие такие пояснения, я просто в предыдущем видео, ребят, обязательно советую посмотреть предыдущие видео, каким образом лично я свои доходы распределяю, и когда мы говорим про менторство, менторство, скорее всего, относится к развитию обучения, да, то есть это обучение с человеком, как вы видите по итогам нашего разговора, и поэтому получается, что если 10%, я сам об этом говорил, людям рассказывал, что на обучение нужно 10% направлять, мы получаем, что ментор нам обходится в среднем там от 2,5 до 5 тысяч часов в неделю, это получается где-то 5 часов, то есть у нас получается диапазон цен 12,5-25 тысяч рублей, и в любом случае мы тогда приходим к тому, что доход должен быть где-то в районе от 120 до 250 тысяч рублей. У меня тогда вопрос, что делать, у кого доходы ниже, раз, два, а может ли человек, например, с доходом 50-100 тысяч рублей, потому что у меня эта история... Позволить себе ментора. Позволить себе ментора, и даже не то, что позволить себе ментора, да, то есть это кто-то, я знаю, очень много использует эту историю, не будем указывать пальцами, да, то есть условно пошел там, я не знаю, к Тони Роббинсу, да, то есть заплатил там ему за какой-то тренинг, пришел, собрал свою аудиторию, говорит, ребят, я вам сейчас расскажу, у меня вот есть рабочая тетрадь, да, то есть некая такая история, да, то есть ему уже ментор дал какую-то методологию, и он, соответственно, с этой методологией берет, да, и пошел в массы. Вопрос авторский прав, экологичность и не экологичность. Это не менторство, это перепродажа рецептов. То есть менторство – это обязательно пропускание через себя, это обязательно личный опыт. И тогда я говорю, ну, то есть получается сразу ответ, что это перепродажа, это не менторство, это спекуляция, барыжничество, по сути, можно так сказать, не будем ставить диагнозы, да? Как быть людям, доходы которых, допустим, там, вот этих 10%, или даже 20% или 5% не позволяет, казалось бы, ментора нанять. Что делать? Может быть, ему самим ментором стать в чем-то? Ну, нет. В чем-то, может быть, со временем. Но, смотри, это же, мы с тобой понимаем, что это образование. Просто есть образование лекции, занятия, там, семинары, репетиторство и так далее. Менторство – это в каком-то смысле репетиторство. Это peer-to-peer один на один. Репетиторство по передаче компетенции. И в образовании, мы с тобой знаем, хорошо работает рассрочка. Есть вузы, есть обучающие программы, есть сейчас банковские системы. И, конечно, у нас это есть. То есть, когда человек приходит и подбирает ментора, это очень легко. Можно взять рассрочку. Проценты покрывает наша система. Мы договариваемся об этом с ментором, чтобы не вешать этот процент на человека. Но здесь ментор получает сразу, допустим, пакет, сразу за 3 месяца. Но человек это растягивает, допустим, на 12 месяцев. И, посмотри, люди берут кредиты, ездят в туры, покупают себе недвижимость и так далее, ипотеку, и выплачивают, и довольно в больших долгах. В то время как, если ментор подобран правильно, учитель, у них поднимается эффективность. Ну, то есть, это самое лучшее, это актив. Но только в том случае, если ментор подобран правильно. Если это не воздух, если действительно я этого человека чего-то научусь, стану эффективнее как специалист, эффективнее как руководитель, эффективнее как предприниматель, это вот путь к деньгам. Если у человека закрыть базовые потребности. Но есть нюанс, анекдот про нюанс. Если ментор подобран правильно. И здесь я бы рекомендовал всем, чтобы люди понимали, к какому конкретному результату вы хотите прийти. Что вы конкретно хотите. Это не всегда легко понять. Это можно общаться с друзьями, которые здесь тоже не очень помогут. Да, вопрос, что идти в эксперум, чтобы меня проинтервьюировали и мне дали какое-то понимание, куда я иду. Идти в эксперум стоит тогда, когда вы предприниматель, когда вы руководитель. То есть работник. Для IT специалистов. Знаешь, вот 6 лет назад мы вообще первые, кто эту тему начал делать. Сейчас появляются ресурсы, разные платформы. Есть IT-платформа Solvery для IT-специалистов. Есть разные даже организации, которые там бесплатно подбирают в IT-среде менторов. То есть на самом деле сейчас все больше и больше этого будет. Мы просто специализируемся на предпринимателях, мы специализируемся на руководителях. Но что я хотел бы еще рассказать. В принципе можно коучу, относительно недорогому коучу, с 2500 в час за 5000 прийти и разобраться в себе, чего я хочу. Значит, если трудно разобраться, есть какие-то что-то мешающие травмы, есть психологи. То есть это вот такая работа. Но дальше, если человек понимает, что он конкретно хочет, дальше уже найти человека, который это сделал. Даже если мы берем женщину, которая думает одного ребенка или четыре ребенка, она может найти другую женщину, узнать у нее как это, как с этим жить. И в каком-то смысле это менторство, если она будет ей подсказывать, рассказывать, как это делать, как справляться с этими детьми. Просто мы специализируемся на самореализации, на менторстве для предпринимателей, руководителей. Вот это наша фокусная аудитория. Супер. У меня, знаешь, не знаю почему такое происходит. Да, последние, наверное, недели две прилетело три или четыре запроса. Прилетели запросы из разряда, слушай, я вот всю жизнь занимаюсь недвижимостью. Ну, один из примеров. То есть занимаюсь недвижимостью. То есть есть знакомые в регионе, да, у которых там построили недвижимость, купили недвижимость, занимаются стройкой. Ну, просто потому что и в бизнесе деньги есть, а фондовый рынок им неинтересен, да, они вот недвижимость покупают. Купили, она просто стоит. Я прихожу, соответственно, смотрю ее локацию, что, как, делаю небольшое там вложение, относительно небольшое, и сдаю. Она начинает приносить денег. И у меня это методология. Знаю, что смотреть, как смотреть. Давай вот я к тебе приду, вот я смотрю, как все прикольно получается, у тебя есть команда, давай ты меня спродюсируешь, да, и это самое. Напишешь мне, как это все делать, да, и возьмись. Я говорю, слушай, ну, эта история, вот я Петра знаю, тебе, наверное, к нему лучше пойти, потому что, во-первых, мне зачем? Я не понимаю, он говорит, ну, как денег больше зарабатывать? Я говорю, денег больше зарабатывай, все, стопэ, мне неинтересно, да, то есть, потому что знаю, что это такое. Мне там интересна какая-то большая идея. Поэтому, как бы, не отзывается. И вот что делать людям, предпринимателям, да, которые экспертны в какой-то определенной вещи, это, как ты говоришь, да, ну, то есть, прийти к тебе на платформу. Ну, то есть, он говорит, я действительно могу сказать, что я могу дать результат, у меня есть определенная методология, я это сделал сам, это работает по-прежнему. Ну, для меня важен вот этот вопрос отдавания. Вообще, вопрос про отдавание, как я это вижу, да, это все равно подпадает под некую концепцию роста. То есть, все в мире или растет, или падает. Отдавание это про что, да? Это про то, что, ну, условно, если представить себе дерево, да, есть там ветки, листочки, которые, как бы, ну, принимают свет, кормят все дерево, да, и оно еще больше разрастается. То есть, по сути, я должен передавать вот этот вот свет, кислород, полезные вещества, которые есть, туда вниз, да, чтобы к корням, условно, да, чтобы они тоже хорошо функционировали. Стать ветвью для будущих листьев. Ветвью для будущих листьев, да, стать для будущих, это раз, два, ну, это некая моя благодарность моим наставникам, да, то есть, то, что их может уже не стать, там, в следующие 20-30 лет, а те знания, те, та методология, ну, род, по сути, да, то есть, это не что иное, как передача опыта. Это тоже только сохранится в моем поколении, в моей династии, если я к этому буду прилагать какие-то усилия. Для меня, действительно, это вот тоже ответ очень схож с тем, что ты сказал, когда я отвечаю, зачем я это делаю. Связан с тем, что отдавание – это в том числе рост, мой собственный рост. Как говорил, перейти из среднего бизнеса в большой бизнес, да, то есть, ну, вообще, как бы, меньше про деньги речь идет, да, там больше речь про миссию, про ценности, про стратегическое проведение, да, то есть, там даже просто проведение, там, они даже стратегию не разрабатывают, да, то есть, как это все сформулировать, чтобы, там, влиять на большее количество людей, больше приводить. Как? Можно стать ментором в России? Я мучился этим вопросом вот эти годы, потому что, к сожалению, в отличие от коучинга, если бы я делал платформу для коучей, есть международная замечательная институция, ICF, ICI, есть сертификации, есть обучение, вот, и ребята, кто делают для психологов, для коучей, это благодатная тема для айтишников, потому что, вот, есть люди, их размещай, они сертификатами ранжируют. И, в общем-то, мы ничего не нашли в России, то, что есть, это коучинг с привкусом менторства, но на самом деле это коучинг, и мы сделали свое, я нашел лучшего методолога по менторству в русскоязычном пространстве, мы выгрызли технологию вот как раз формирования карт компетенции, исследования своего опыта, определения его ценности, добавили туда очень крутого специалиста по личному бренду, потому что человеку надо проявляться, Катю и Жанину. Вот, ну и, в общем, у нас очень крутые авторы, и сейчас их там 6, но их будет 150, и сейчас пока не буду анонсировать, но очень крупные, сейчас авторы будут добавляться и рассказывать про свое видение менторства и свой вклад тоже внесут в этот набор знаний. У нас сейчас два выпуска уже, мы вот в июле-августе запустились. Первая такая экспериментальная была группа 15 предпринимателей с выручкой от 60 миллионов до 26 миллиардов, и уже опытные менторы, и начинающие менторы, и плюс мы взяли для эксперимента одного руководителя из крупной компании и одного эксперта как раз по элитной недвижимости, по скоростной ее продаже. Им тоже очень этот продукт зашел, курс зашел, сейчас у нас второй поток. Курс посвящен? Курс называется «Менторинг. Путь развития». Там все про методологию, по формированию своей карты компетенций, про то, как выстраивать экологичные контракты. То есть моя в этом смысле миссия, моя идея – это сделать менторство экологичным. Убрать спекуляцию, убрать волшебные таблетки, дать инструмент людям, которые обладают опытом, удостовериться в ценности этого опыта и начать проходить вот этот путь из пяти этапов. И когда человек доходит до пятого этапа, и у него уже есть ноу-хау, у него уже есть технология, которая отчуждаема от него, тогда ему уже просто нужен продюсер, и там есть 15 траекторий развития. Там серый кардинал, отраслевой гуру. Ну, в общем, есть у нас тоже на эту тему наработки, и мы это обучаем, как это и что делать. Наша задача, чтобы человек нашел свой опыт, сформулировал его, определил его ценность, освоил методологию, начал практиковать, к нему потянулись люди, и у него появились результаты. Все, вот в этот момент это уже ментор с кейсами. Но здесь, получается, в любом случае ученики, которые приходят, это предприниматели все равно. От 60 миллионов до… Мы сейчас, так как фокусируемся на предпринимателях и руководителям, мы берем предпринимателей с выручкой от 30 миллионов, то есть люди, которые уже что-то сделали, еще это не структурировали, еще это не масштабировали, но они могут помочь новичкам, которые, допустим, из позиции специалиста или руководителя, или просто хотят запустить, не наделать ошибок и не перегореть, и дать им конкретные вот в своей отрасли паттерны, как это работает. Руководители с опытом от 5 лет руководства, от 20 человек в подчинении, которые могут помочь и людям, которые только хотят стать руководителями, уже опытными руководителями. Вот сейчас у нас проходит исполнительный директор компании, в которой работает 30 тысяч сотрудников и 200 миллиардов выручка. Она сейчас проходит наш курс, директор одного инвестиционного фонда проходит наш курс. У таких руководителей, у них как раз культура, концепция компании, ценности. Там совершенно не про операционную какую-то эффективность. Но в целом в дальнейшем мы хотим и в корпорации эти практики раздавать. И в наше царство государства. Мы хотим академию менторства сформировать по модели ICF, ICI, стандартизировать качество. И вот мы только сейчас в начале этого пути поняли, что это необходимо, чтобы люди друг другу не напродавали лишнего, каких-то магических рецептов, а чтобы больше было твердых людей, которые делятся своим опытом, который применим, который позволяет другим стать эффективнее. Ссылку где-то можно будет? Да, да, да. Ребята, оставим ссылку тогда в описании к данному видео, если заинтересовала тема, связанная с тем, что вам есть что передать. Причем я здесь понимаю, что это касается как предпринимателей, так и людей, кто работает, то есть кто занимает какие-то линейные менеджерские позиции. Потому что я помню, в свое время мне было очень тяжело, и я как раз-таки, одна из причин, почему я ушел из Сбербанка, когда я в Сбербанк поплатил тройку диалог, то есть не было у меня никакого наставника, который бы мне помог вот в этой новой большой корпоративной среде сориентироваться. Когда я общался, там было две категории, то есть горизонтальное подчинение, вертикальное подчинение. И получается, что из центрального аппарата от меня требует одно, из территориального банка от меня требует совершенно другое, никто при этом там наставником не является. Из центрального аппарата знакомая девушка была, она была директором в Тюмени филиала компании, я был в Воронеже. И она говорит, блин, это вообще первые там полтора-два года, это ахтунг полный был, адаптироваться во все в этом достаточно тяжело. Почему я говорю, что одна из сильных эмоциональных причин было то, что мне никто не помог интегрироваться, может быть, строиться. Может, это к лучшему, потому что меня система выплюнула из себя, я там пошел своим путем. Кто-то адаптировался через болезненные какие-то вещи, через психосоматику, через эмоциональное выгорание, но просто держали какие-то определенные доходы. Я прошу вас оставить комментарий под данным видео, стоит ли дальше развивать тему общения, приглашать людей, связанных с развитием человеческого капитала, и тему менторства, то есть менторство, для чего нужен ментор, какие здесь используются современные технологии, методологии, как вы развиваетесь. Что еще он передает, кроме компетенции, какие у него есть связи, ресурсы, социальный лифт, ну, действительно, мы это, наверное, не уложим в один ролик, если будут у ребят вопросы, запросы, может быть, еще пообщаемся на это. Спасибо тебе большое за приглашение, очень интересно с тобой всегда общаться. Да, Петр, спасибо большое, что пришел, надеюсь, не последний раз. Друзья, до свидания, не забываем подписаться на канал, оставить комментарий, щелкнуть на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. С вами был Максим Петров, пока-пока.